Корысть переступила закон, так заявил суд, признав Олега Галеева виновным по двум эпизодам уголовного дела. Первый – коммерческий подкуп, не превышающий сумму в 10 тысяч рублей. Уголовное преследование по нему было прекращено по истечению срока давности. Второй доказанный эпизод – подкуп в размере чуть более 14 тысяч рублей. По пункту Г. ч. 7 ст. 204 г. в. РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с удовольствием наказания исправить никого не в общий режим. Меру преследования Галеева в доступе в приговоры законной силы оставить в прежнем виде содержания под стражей. Три с лишним года за 14 тысяч рублей. Такой приговор шокировал всех – и родных подсудимого, и его адвокатов, и самого Галеева. Он его признал виновным по одному эпизоду. 6 эпизодов он отправил на 237-й. Это бред. Бредом подсудимый называет решение суда в отношении других эпизодов коммерческого подкупа. Всего Галееву их менялось 7. Виновным признали по двум. Остальные 5 суд вынес в отдельное производство и вернул прокурору для дальнейшего расследования по причине того, что были обнаружены нарушения. В частности, по материалам уголовного дела Олег Галеев проходит как руководитель коммерческой организации. Хотя по факту Нижнекамский филиал – автономное некоммерческое подразделение МГИ. Непонятно, почему по этим эпизодам было признано нарушение, что наше право на защиту нарушено. А по двум эпизодам Галеев признается виновным. При точно таком же предъявленном обвинении. Абсолютно идентично, только другие граждане Узбекистана фигурируют. Между тем, Олег Галеев не признает свою вину ни по одному из предъявленных ему эпизодов и намерен дальше бороться за свое честное имя. Его адвокаты уже готовят апелляцию в Верховный суд. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин